Когда вы снимаете свое видео, вы допускаете одну ошибку. Вы не ставите там значок. Значок так и называется 6 плюс или 12 плюс. На протяжении всего видео у вас должен быть значок, который показывает, какой аудитории можно смотреть ваше видео. Так вот, если вы не ставите этот значок, то, скорее всего, на территории Российской Федерации ваше видео в рекламе будет отказано. То есть, потому что вы нарушаете правила и законы. Дело в том, что по закону Российской Федерации видео, в которых не стоит на протяжении всего видео такой значок, не могут быть присутствия в рекламной сети. Поэтому вы очень часто допускаете глобальную ошибку. Вы делаете классное видео, потом приходите в Google рекламу, Google Adsense и удивляетесь, почему у вас не допускается ваше видео к рекламе. А дальше у вас два варианта. Либо переделать видео заново и ставить туда 6 плюс, либо рекламироваться на другие страны, кроме России. Поэтому очень важно, если у вас нет этого значка, пусть он будет полупрозрачный, как это сделано у нас, но он должен быть. Вот если этого значка нет, то вы, в принципе, пролете. Дальше. Обратите внимание, ко мне приходят очень часто клиенты и с таким опломбом спрашивают там, типа да я, да вот там, да. Я вижу, что у них есть цель, что они думают, что они будут там медицинский контент, либо какой-то там финансовый контент, либо там бизнес-контент рекламировать в Google рекламе, а я знаю, что им откажут. Сейчас я не буду перечислять те блоки или те тематики, те видео, которые по-любому откажут. Это есть в правилах Google рекламы, почитайте. Но как правильно сделать? Перед тем, как начинать делать серию видео и рассчитывать на то, что вы будете делать это все в Google рекламе, запишите одно видео и попробуйте не снимать там 50 видео там или 60, а попробуйте дать на это видео рекламу. Вот именно на свое видео. Вы поймете, пропустит ее Google реклама или нет. Второй момент. То, что сейчас пропустили, не гарантирует, что пропустят завтра. Правила меняются в одностороннем порядке. И если у вас это видео рекламировалось вчера, а сегодня нет, то вы можете жаловаться только сами себе. Google постоянно закрывает всевозможные лазейки там, да, в формате рекламы. Почему? Чтобы вы не вводили в заблуждение. То есть, если вы обещаете там быстрое обогащение, либо там какой-то там, не знаю, суперспособ там, извести там родинки, бородавки там, что-то еще там, лишай там, да. Гадание сейчас подходит под эту метлу там, все. То есть, вся эта история, она будет гайкой закручиваться. Поэтому самый лучший способ. Запишите то видео, которое вы бы хотели, чтобы у вас было на канале, либо по этой тематике. Попробуйте разместить его в Google рекламе. О том, как правильно разместить, у нас есть целые мастер-классы, да. Запустите на него рекламу. Модерация объявлений проходит быстро там, в течение суток пройдет. Но вы не совершите самую главную ошибку. Многие начинают сначала снимать видео, а потом пытаются рекламировать его через Google эссенс. Они, они, авторы каналов, слушают людей, которые не практики, а теоретики. То есть, люди, то есть, мы делаем одну рекламную кампанию в день минимум на Google. И мы знаем, что проходит, что не проходит, но мы также знаем, что меняется постоянно, регулярно и мы ничего не можем с этим поделать. Таковы правила. Правила игры, правила рекламы. Поэтому с самого начала, прежде чем вваливать бюджеты в развитие своего канала, слушать там теоретиков, которые типа, ой, ерунда, мы там сначала рекламу закупим там, да. С самого начала попробуйте одно ваше видео. Ну, одно-два. И потом сделайте выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...